Игорь Кухаренко за рулем автобуса больше 28 лет. Когда остановились сотрудники ГИБДД для проверки, не удивился. В техническом состоянии своего автобуса уверен. Меня сегодня остановили сотрудники полиции. На посту ДПС проверили автобус, техническое состояние. Все в порядке. Мы работаем для безопасности наших пассажиров. Но не все водители общественного транспорта так ответственно подходят к своей работе. Отмечают сотрудники госавтоинспекции. По статистике, основными причинами совершения ДТП являются грубые нарушения правил дорожного движения водителями автобусов. Скорость движения не соответствует погодным условиям. Водители нарушают правила перестроения, не соблюдают дистанцию и не пропускают пешеходов. За прошлый год в Самаре по вине водителей автобусов произошло 43 дорожно-транспортных происшествиях, в которых 56 человек получили травмы, один человек погиб. Чтобы не допускать подобных трагедий на дорогах, ГИБДД регулярно проводит рейды и проверяет водителей и транспорт. Сотрудники полиции используют специальные средства, такие как демомер, люфтомер рулевого управления, а также специальное средство для измерения остатка протектора шин на автобусе. В первую очередь сотрудники ГИБДД обращают внимание на соблюдение скоростного режима, правильность проезда перекрестков, пешеходных переходов, наличие у водителей соответствующей категории. Особый контроль за техническим состоянием автобусов, соблюдение перевозчиками режима рабочего времени и времени отдыха водителей. Основной упор на данный момент территориальным отделом делается на оснащение транспортных средств, предвозящих пассажиров и опасные грузы системой ГЛОНАСС. На проверку перевозки пассажиров по заказу, на данный момент выявлены случаи перевозки пассажиров по регулярным маршрутам без оформления карты маршрута, за что предусмотрена административная ответственность как для индивидуальных предпринимателей, так и для юридических лиц. Размер штрафа очень большой, он составляет 300 тысяч рублей. За несколько часов рейда полицейские проверили более 60 автобусов, составили 8 административных материалов в отношении водителей-нарушителей. Елена Чернявская, Константин Головин. События.